Во-первых, кратко напомню вам о том, что мы с вами рассматривали в прошлый раз. Те странности микромира, о которых мы говорили, я приводил с одной целью, чтобы показать вам, что, несмотря на то, что представления об элементарных частицах того мира оказываются совершенно для нас непривычными, неестественными и не вызывающими даже понимания, тем не менее они являются фактом. А что так этот микрофон, что с ним происходит? Это он портит. Он мошенник. Он всегда, вот знаете, что он создаёт. Приговорим его. Да, а он не будет слышен тогда, наверное. Нормально. Нормально? А вот так? Ага, вот так хочешь. Всё? А то иначе, знаете, так сильно отдаёт, что я даже боюсь собственного звука. Так вот, все эти факты последнего, будем говорить, времени, для нашей, по крайней мере, второй половины 20-го столетия говорят о вещах для нас чрезвычайно интересных. Это факты. То, о чём сообщает наука. Я говорю не о выводах, а о фактах. И независимо от того, укладываются ли они в наше сознание или нет, они являются реальностью. Понимаем мы их, не понимаем, большей частью не понимаем в том смысле, что мы не можем их ввести в систему привычных понятий и привычной для нас логики. И вот, несмотря на это, мы говорим, да, это так. Хотя нам это очень не нравится. Что электрон стоит ли, не стоит, и мы не знаем, что всё он вместе делает и ничего не делает. Волна или частица, и мы никак не поймём, что это такое боевик. К чему идёт разговор? Все человеческий опыт, я подчёркиваю, все человеческий опыт, свидетельствует о том, что Бог есть. Все народы, всю историю, независимо от того, где они жили, как они веровали, все они говорили, в конце концов, о том, есть, вот он, тот. Правда, понимали его по-разному. Как одного Бога, как множество Богов, как скрытого Бога, как явного Бога. Это вопрос уже другой. Но всех говорили. Религиозный опыт всех народов и всех времён решительно говорит о нём. О ком? О нём. О ком? Нас спрашивают. Опишите, скажите. Как описать, когда у человека радость? В одного радость. Одним образом. У другого, наверное, другим. И у того же человека даже она бывает по-разному. Можно ли передать это достаточно ясно словами? Нет, конечно. И вообще мы мало что можем передать словами. Мир один. А сколько теорий по поводу этого мира? Что он из себя представляет? Сколько моделей Вселенной? Много. Так вот и здесь мы сталкиваемся с тем же самым явлением. Что Бог есть, это переживается, пережит и будет переживаться в опыте бесконечного множества людей. Но как только мы захотим это своё переживание, реальное переживание, выразить вовне, то есть попытаться описать того, кто прикасается к душе человеческой, что она даёт мне, человеку, как я переживаю это общение с ним, как только мы касаемся уже языка передачи, мы действительно оказываемся в очень затруднительном положении. Трудно. Трудно описать Бога. Действительно невозможно его описать. Можно сказать так. Никакое описание не вернуло. Можно сказать иначе. Почти каждое описание говорит что-то правильное о Боге. И то, и другое. Сразу вместе. Часто задают вопрос, как же это Бог один, а религии множество. Так в том-то вот и вся суть, что Бог-то один, но переживается этот Бог весьма различным образом. И попытка выразить Его Бога в своём языке, в своём, если хотите, культурном контексте, тем более, если где развита философия, то на уровне философских понятий мы видим различные выражения того же самого Бога. Более того, мы касаемся и более серьёзного вопроса. Ведь переживание Бога может иметь различную степень и ясность, и силу. От совершенно небольшого ощущения Его до, если хотите, до чуть ли непосредственного созерцания Бога. Сила Его очень различна. И на славу Солнцу, и на славу Луне, и на славу звездам, и звезда от звезды разумствует во славе. Помните, у апостола, так и здесь. Переживание Бога может иметь различную силу. И мы именно соприкасаемся здесь как раз с этим фактом. Помните, у Бога, когда Чичиков подъезжал к деревне, в которой Плюшкин был хозяином. Очень любопытный эпизод. Когда он подъезжает, смотрит какое-то странное существо на окраине деревни. И Чичиков долго ломал голову. Ай, баба! Ай, мужик! Ай, баба! Ай, мужик! Ну, никак не мог понять. Потом уже, когда он подъехал близко, и когда поздоровался, с ним заговорил, тогда он понял, кто это. Так и в отношении Бога. Его понимание может начинаться от очень большой неопределённости, как чего-то такого. Как часто вы слышите, люди говорят, я верю, что-то есть. Начинается от такого ощущения Бога до тех степеней, когда люди могут сказать со всеубеждённостью, ясностью, сказать, что они действительно пережили Бога, который есть. И уже здесь начинаются более правильные, более точные формулировки, или, по крайней мере, попытки формулировок, более уточняющиеся, и более ясные попытки передачи того, кто Он есть. Есть, оказывается, очень разные дистанции, с которых видится Бог душой человеческой. Вот какое значение имеют для нас вот те примеры, которые я вам приводил в связи с познанием микромира. Я вам не привёл в прошлый раз, я увидел ваши кроткие лица, потом услышал стук, и поэтому вынужден был окончить урок, и не привёл вам очень интересного высказывания преподобного Семёна Нового Богослова. Это и прежде него даже, Максима Исповедника. Вот сейчас я вам зачитаю. Они имеют прямое отношение к рассматриванию нами с вами вопросов. Вот, например, преподобный Максим Исповедник что пишет? Великое таинство, вычеловечение божества всегда остаётся таинством. Само это проявление таинства всё же пребывает совершенно сокрытым и непознаваемым никаким разумом. И пусть сказанное не представляется никому невероятным. Ведь Бог, будучи сверхсущностным и превосходя всякую сверхсущность, вожелал прийти к сущности и сверхсущностным образом облачился в бытие. Видите, какие попытки словесно выразить того, кто есть Бог. Видите, какие интересные термины сверхсущностные приходят к сущности. В данном случае он, разумеется, о человеке. А преподобный Семён Новый Богослов пишет ещё более отчётливо и ясно, чем занимаемся мы, когда попытаемся сказать о том, кто есть Бог. Замечательные слова. «Я оплакивал рот человеческий, так как, ища необычайных доказательств, люди приводят человеческие понятия и слова и думают, что изображают божественное естество. То естество, которого никто ни из ангелов, ни из людей не мог ни увидеть, ни наименовать». Замечательная сказка. Действительно, попытка описать Бога в каких-то понятиях и словах всегда, всегда несовершенна, всегда недостаточна. Тем не менее, тем не менее, все, кто соприкасался с Богом, говорят о реальном, не вызывающем никаких сомнений, переживании того, что они встретились с Богом. Протерей Сергий Булгаков по этому поводу в своей интересной книге «Свет не вечерний» написал, я мысль передаю, «Гора религиозных фактов полностью покрывает холм скептицизма». Таким образом, отвечая на вопрос о том, кто есть Бог, который задаёт нам и на который мы должны ответить, мы, по-видимому, должны сказать, что это реальность духовного порядка. И как нам трудно ответить на вопрос, что есть ум человеческий, изобразите его, покажите его. Что мы ответим, действительно, на этот вопрос? Мы говорим, ну, посмотрите, как он проявляет, и по его следствиям можете увидеть этот ум умный или глупый. Что есть ум? Что есть личность? Это вещи, о которых, ну, мы можем говорить много и ничего не сказать. Так и Бог есть реальность духовного порядка, который требует для своего познания, по познанию требует соответствующего духовного устроения человека. Соответствующего. Почему святой Исаак Сирин говорил, молчание есть тайна будущего века, а слова суть орудия этого мира. Правильно. Вы знаете, что исихазм как термин, который, как вам известно, прилагается, прилагался особенно к подвижникам, подвижникам, находящимся на глубоком уже духовном уровне развития. Исихазм означает молчание. Исихия значит молчание. В молчании, вот в этом молчании глубоком, которое происсякает из мира души, а сам мир души происсякает из борьбы со страстями и победы над ними, не просто в молчании, а в молчании той души, в которой молчат все страсти, побеждены страсти, в этом молчании познается Бог. Ну хорошо, друзья мои, это, так сказать, небольшое подведение итогов нашей с вами прошлой встречи. А сегодня я бы хотел с вами поговорить еще по одному вопросу, прямо относящемуся к той же нашей теме о Боге и являющемуся, как мне кажется, тоже имеющим большое и богословско-теоретическое и практическое значение. Речь идет уже о более, будем говорить, о конкретном понимании Бога. То есть мы с вами попытаемся сейчас вступить в область катафатики. Помните, я же вам сказал, в чем одно из преимуществ катафатического метода? в том, что он говорит о Боге как положительной реальности, тем самым решительно отметая все отрицательное в нем. Только в данном случае мне хочется сказать, что христианское откровение называет Бога в качестве самого главного то, что никогда ни в одной религии и нигде не называлось. С чисто формальной точки зрения это показывает просто специфику христианства. Представьте, христианцы говорят о том, о чем никогда не говорилось. Были намеки? Ну, были. Были. Но чтобы сказать об этом, как о наиболее существенном и важном, никогда не было. В этом отношении было бы очень интересно провести такой широкий анализ различных религий с тем, чтобы действительно показать. Но это требует очень такой большой работы. Но для нас с вами в данном случае это не требуется. Речь идет о чем? Я хочу сказать, что только христианство утверждает, что Бог, если говорить о самом существе Его, доступном человеческого восприятия, что Бог есть Любовь. Любовь. Для нас с вами это так привычно, что, в общем-то, и может даже не произвести впечатление. Напротив, человек, который был бы знаком с историей религиозной мысли, с различными религиями, и не был бы никогда знаком с христианством, он был бы поражен. Что мы встречаем в истории религиозного сознания? Мы встречаемся с разными пониманиями Бога. Боги добрые и злые, мстительные, жестокие, милостивые, справедливые, коварные, один, много и так далее. Самое большее, самое высшее, что мы находим в других религиях, в понимании Бога, это его определение как праведного судьи. Если бы выразить одним словом, как справедливого, мы все понимаем, насколько важна справедливость в обществе человеческом. И более всего страдает человечество от несправедливости. И отсюда мы видим, что самое высшее, до чего доходила человеческая мысль, более того, даже самое высшее, что дало дохристианское откровение, ветхозаветная мысль, это понимание Бога как справедливого существа. У древних греков была даже богиня, богиня, которую они называли богиня Дика. Дика. В мусульманстве вы знаете Аллах именуется милостивым и милосердным. Это все, это предел. Кстати, очень интересная был недавно диалог, у нас начался диалог нашей русской православной церкви с мусульманами Ирана. И вот летом была вторая уже с ними встреча, и в частности мы обсуждали вопрос, вопрос, который непосредственно касался и понимания Бога. И вот мусульмане один за другим, все выступают очень красноречиво выступают при этом, говорят о том, что высшие добродетели, высшее, что есть в мире, это справедливость. Вполне понятно. Настолько это понятно, что даже вызывает улыбку, такой доброжелательную улыбку. Да, большего нехристианской мысли не знает. Сам Бог, сам Аллах милостивый и милосердный. Кто такой милостивый и милосердный? В данном случае совершенно очевидно, с чем мы имеем дело. Аллах всемогущий. Он все может сделать. Все. Но он снисходит человеку. Он все-таки при всей своей справедливости проявляет все-таки милость. Наказывает нежестоко. Это я вам говорю, это высшее, что есть. Христианство утверждает нечто совершенно другое. И вот то, что утверждает христианство, сейчас мы об этом с вами поговорим. Я просто хочу сразу сказать. К сожалению, то, что утверждает христианство, с большим трудом воспринимается нашим сознанием. Насколько это трудно? Вот, я попытаюсь вам просто показать. Христианство утверждает, что Бог есть любовь и только любовь в отношении к миру. Только не в том смысле, что отрицается, что Он есть творец. Мы говорим о, так сказать, нравственной характеристике Бога. Как самой главной характеристике Бога. Он есть любовь. Сразу возникает вопрос. Но ведь Он не только любовь, Он же и праведный судья. Он же не только награждает, Он же и наказывает людей за преступления и грехи. священное Писание Ветхого и Нового Завета. Святоотеческие творения в изобилии говорят о том, что Бог гневается, что Бог наказывает так же, как Он и любит и милосердствует. То есть, кажется, в христианском откровении присутствует то, что мы отчасти, а по части очень в большой степени находим и в других религиях. В то же время мы находим в христианском откровении совершенно вещи другого порядка. И находим в святоотеческих творениях вещи другого порядка, которые объясняют по существу, кто же есть Бог прежде всего, в первую очередь, в той мере, в какой Он доступен нам. И вот здесь мы находим нечто беспрецедентное. Что, во-первых, один из святых отцов говорит так, не называй Бога справедливым, ибо если бы Он был справедлив, то уже должно, то давным-давно мы бы должны находиться в самой преисподней. Сам Господь, говоря ученикам Своим, вдруг произносят такие слова. Он посылает, Он повелевает Солнцу Своему восходить над злыми и добрыми, и посылает дождь на праведных и неправедных. Совершенно уравненно. Он благ и к неблагодарным, и к злым. интересно. Благ кому злым. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Самым потрясающим, я бы сказал, доказательством, что Бог действительно есть Бог любви, а не Бог судья, является факт Креста. О каком суде говорить тут? О какой справедливости действительно говорить тут? Праведный страдает за неправедных. Любовь и величайшая полнота блага страдает за неблагодарных и злых. Какая справедливость? О какой справедливости идёт речь? Где она? Интересно показать. Где она? Нет её. Прав святой отец, не называй Бога справедливым. Бог не справедлив, а каков Он есть любовь? Он любовь есть. Вы ощущаете разницу между справедливостью? и любовью. Кстати, когда святые отцы достигали через борьбу со страстями и очищение сердца достигали, если хотите, духовного совершенства, что они писали и что говорили? Вот посмотрите, что пишет Исаак Сирен, когда был спрошен о том, что такое сердце милующее, то есть сердце из полной любви, что он говорит там, любопытнейшая вещь, вот я вам не взял, но я вам передам. Он пишет, что это сердце милующее возгорается любовью ко всякой твари, ко всякому человеку, к самим врагам истин, и не может терпеть без страдания и слез скорби, какой-либо скорби причиняемой твари. и если бы это было в его силах, он был бы готов десятикратно в день быть сжигаем за любовь. Это непростые слова. Это, знаете, не просто такое, знаете, красноречие, когда мы кидаемся словами направо-налево. Эти слова в истории церкви подтверждались и подтверждаются многочисленными фактами. Христианство говорит о Боге любви. Как же тогда понять всё то, о чём говорит само Священное Писание? Что он милует праведников, наказывает грешников. Как же мы видим факты целые, сожжение там Гаморы, Содома и Гаморы, потоп всемирный? Разве это не доказательство того, что Бог не просто любопит, он ещё и праведный судья. И более того, может, именно он судья, который, конечно, милостивый ушёл, но справедливый. Как святые отцы это понимают? Я вам приведу ряд высказываний, и вы увидите, каков их ответ на этот вопрос. Причём приведу высказывания тех отцов, которые сами говорят о том, что Бог гневается, о том, что Бог наказывает. не говорю даже о том, как Священное Писание говорит о том, что Бог даже мстит. Помните? Мне отмщение, отмщение, мне, то есть я отомщу, мне отмщение, я вас дам, говорит Господь. прямые прямые указания на гнев, наказание, месть со стороны Бога. Как святые отцы понимают это? Друзья, есть тут две стороны, и вы должны понимать эти две стороны. Есть сторона педагогическая, и есть сторона сущностная в понимании этого вопроса. Что значит педагогическое? Когда вы будете объяснять ребенку, то вы будете объяснять это с учетом его психологии. Я, например, отчетливо помню, мне еще было, не помню, лет пять, я помню, я приставал к маме, спрашивал, откуда я, и все. Я, так сказать, не успокоился до тех пор, пока она мне не сказала, что я забыл где-то. Или нашла меня, или купила на рынке, я уже не помню сейчас. Но, по крайней мере, мне покоя не давал этот вопрос, и я успокоился только, когда она мне все, на это ответила. Все, для меня ясно. Какой это ответ был? Педагогический или по существу? Педагогический, конечно. Потом я же, что же, теперь, видите, мы все улыбаемся. Все улыбаемся тогда, а для меня это было вполне достаточно. вот, все, я успокоился. Так и здесь, когда мы касаемся этого вот очень важного вопроса, кто же Бог есть, в конце концов, то здесь есть две стороны, и мы видим их в святоотеческих творениях и в священном писании. С одной стороны, говорится о Боге наказующем, мстящем, с другой стороны, говорится о Боге любви и только любви. На каком основании можем говорить, что Бог есть любовь и только любовь? Что Он не наказывает? И что же Он тогда делает? Во-первых, я покажу вам, как говорят об этом святые отцы, потом мы с вами попытаемся объяснить факты, которые, как кажется, прямо свидетельствуют о наказании или гневе и мести Бога. Итак, как святые отцы говорят, когда говорят по существу, по данному вопросу. Я вам зачитаю, друзья мои. Во-первых, я вам зачитаю Антония Великого. Должен вам сказать, что эти святые отцы имеют разный авторитет. Сами понимаете. Есть святые отцы, авторитет которых настолько велик, что всё, что они говорят, это рассматривается, если хотите, на уровне почти священного писания. То есть, это как голос Бога, как голос истины. Антоний Великий, в частности, принадлежит как раз к тем людям, голос, который всегда для церкви был голосом полного, несомненного авторитета. Я думаю, это и объяснять вам не стоит, вы это прекрасно знаете. И вот я вам зачитываю, что Он пишет по этому вопросу. Бог благ и бесстрастен и неизменен. Есть ли кто, признавая благословным и истинным то, что Бог не изменяется, недоумевает, однако же, как Он, будучи таковым, о добрых радуется, злых отвращается, на грешников гневается, а когда они каются, являются милостям к ним, прям вопрос ставит, то на сие надо бы сказать, что Бог не радуется и не гневается, ибо радость и гнев суть страсти. Нелепо думать, вы слышите, нелепо думать, чтобы Божеству было хорошо или худо из-за дел человеческих. Бог благ и только благое творит. Вредить же никому не вредит, пребывая всегда одинаково. А мы, когда бываем добры, то вступаем в общение с Богом, по сходству с Ним. А когда становимся злыми, то отделяемся от Бога по нисходству с Ним. Вы слышите, указывают интереснейшие вещи, очень важные. Живя добродетельно, мы бываем Божьими, а делаясь злыми, становимся отверженными от Него. Что же это значит отверженными от Него? Посмотрите. А это не то значит, чтобы Он гнев имел на нас. Вы слышите? Но то, что грехи наши не попускают Богу воссиять в нас, с демонами же, мучителями соединяем. Какие важные мысли, друзья мои. Вот как это важно знать, что грехи наши не попускают Богу воссиять в нас, то есть является преградой для Него. С демонами же мучителями соединяем. По образу подобное соединяется с подобным. Если потом молитвами и благотворениями снизкиваем мы разрешение во грехах, то это не то значит, что Бога мы ублажили и Его переменили. Слышите? Молитвы и делами не Бога не то значит, что Бога мы ублажили и Его переменили. А что же происходит? Но что посредством таких действий и обращения нашего к Богу, уврачевав сущие в нас зло, опять соделываемся мы способными вкушать Божию благодать. И он заканчивает так. Так что сказать Бог отвращается от злых, есть то же, что сказать. Солнце скрывается от лишённых зрения. Это его наставление преподобного Антония Великого из Добротолюбия, из первого тома Добротолюбия, параграф 150. Вы смотрите, как определённо он говорит по этому вопросу. Ошибка, думая, что Бог гневается, что Бог мстит. Нет. ошибка, думая, что мы своим молитвем будто бы ублажили Бога. Как можно человека ублажить, переменить, разжаловить? Нет. Он благ и только благ. Он всегда благ. А происходит совсем другое. Вот откуда происходит страдание это наше, что грехами мы как бы изгоняем Бога из своей души, ставим стену, преграду. Мы нарушаем общение с Ним, с Ним, который благ и только благ. И напротив соединяемся, по единству уже духовному соединяемся, смотрите, как он называет, с демонами мучителями. Исаак Сирин по этому поводу говорит, бес присидит каждому греху. То есть присоединяется, цепляется как липучка какая. Вот оказывается, что происходит. Вот откуда наши страдания происходят. Еще раз мы будем об этом говорить, и я наверное буду много раз повторять, но это очень важно. Грех это грехом называется все то, что вредит человеку, его душе, его телу. Бог же только напоминает, призывает и говорит нам, не делай зла себе, не делай себе зла. Вот что такое грех? Антони Великий говорит, он очень интересной мысли, своими грехами мы вовсе не оскорбляем Бога, вовсе не заставляем его гневаться на нас, как мы бы сказали, злиться на нас. совсем нет. Бог бесстрастен и благ. И представьте себе вообще, подумайте только, если бы действительно мы своими грехами оскорбляли Бога и возмущали Бога, то кто был бы самым страдающим существом в мире? Бог. Не безумие ли говорит мы? Мы знаем, что Бог не изменен, то же мы что говорим? Если каждый наш грех оскорбляет Бога, вызывает его гнев, то, Боже мой, более страдающего существа мы не найдем ни в дне. Не богохульств ведь это. Как прекрасно Антоний Великий объясняет это. Страдания наши, скорби наши, что есть? Есть не что иное, как следствие греха. То есть, когда мы вместо воды пьем кислоту, вместо хлеба наркотики, естественные слезы, вместо добра по отношению к человеку зло и ненависть и неприязнь, вместо благожелательства зависть. Медики скажут вам, как все эти чувства действуют на психику, на нервы, на тело человека. Вот, оказывается, что происходит. Грех является причиной наших страданий. Не Бог посылает страдания, а грех является причиной страдания. Мы, правда, не знаем, каковы закономерности вот этой внутренней жизни, как духовное наше изменение в ту или другую сторону отражается на теле. Мы не знаем этого. Я не знаю, узнаем его даже когда, но факт именно такого. Это именно происходит в человеке. Более того, есть даже более серьезная вещь, друзья. Сам этот внешний мир, окружающий нас, если хотите, есть нечто иное, как продолжение нашего тела. Мы же с этим окружающим миром едины. Когда мы его уничтожаем, мы рубим свое тело, мы себя рубим. Настоящий век нам это открыл прекрасно, прямо показал. Экологический кризис – это результат чего? Какой деятельности? Антропогенный характер нас, этот кризис. Человеческий характер. Мы, мы, оказывается, вступили в этот кризис, рубили, как, простите меня, как свинья под дубом вековым. Они же были в желуде. Вся трубы, вся наша человеческая цивилизация прямо, прямо относится вот к этой категории, о которой пишет дедушка Крылов. Свинья под дубом вековым. Желудей мы ищем и не смотрим, что подрываем корни нашего существования. Повторяю, окружающий природный мир – это есть продолжение нашего тела. Я к чему это сейчас говорю? Вон к чему. Я только сейчас вам сказал, что грех действует на нашу душу и на наше тело. Естественно, возникает вопрос, ну хорошо, а поток тут при чем всемирный? А при чем тут садовый гамор, а когда дождь пролился с неба? Это разве не Бог послал? Отвечаю вам, что оказывается наше духовное состояние связано не только с нашим телом. Вот этим оказывается нашим телом является весь окружающий мир. И по законам присущим духовному бытию, с которым связан, жестко связан, закономерно связан весь окружающий мир, все внешние, внешние, слышите, природные явления оказывается являются ничем иным, как связанными с нами. И природные катаклизмы являются не случайностями, не в христианстве случайностей, а закономерными следствиями того или иного нашего духовного состояния. Кстати, вы все прекрасно понимаете, знаете, по крайней мере, что когда наступал мор, голод и прочие вещи, вы историю все изучали и читали, что говорил всегда народ и что говорит до сих пор про гневили Бога. То есть, что такое? Согрешили. Каяться надо. Что значит каяться? Богу умолить. Антоний Великий пишет, нет, он благ всегда. А что происходит в молитве? Мы изменяемся. Метание, греческое слово, которое переведено у нас на русский язык, покаянием, и что такое? Изменение. Только наше духовное изменение оказывается может прекратить пагубные процессы и во внешнем мире, природном мире. Видите, о чем говорит христианство? Для нехристианского сознания не существует, они не знают, что существует закономерная связь. Мы единые целые с природой. И все природные процессы в конечном счете обусловлены нашим духовным состоянием. Вы слышите? человек оказывается вот тот центр, центральный звенок, нет, самое сердцевина, от состояния которого зависит все окружающее. Теперь понимаем, что такое микрокосмос. Это сердцевина всего. От наших оказывается мыслей. Вы слышите? То только подумайте. От наших мыслей, от наших желаний, от наших намерений, я уж не говорю от дел, тем более преступных дел, или добрых дел. Оказывается, зависит не только наше состояние нашего вот этого тела, а окружающего тела. И в конечном счете существует другая закономерность социального порядка. Помните, когда Авраам умолял ангела, ангела, и говорил им, ну а если будет 50 праведников, помните, 40, 30, 20, на 10 остановились, оказывается, есть какая-то мера социального греха, то есть, ну греха всех вообще, совокупность, и мера праведности, благодаря которой, который еще мир может стоять вот на грани, но еще не свалиться в пропасть, а может начаться падения. Когда в Арсенуфе Великому был задан вопрос о том, почему сейчас в нашей империи существует мир и благоденствие, помните, что он ответил, если кто читал, он удивительно дал ответ, он сказал, сейчас есть три праведника, молитвы которых без всякого препятствия, как он выразился, возносится на жертвенник Божий. Мера, оказывается, праведности существует, как и мера греха. У нас нет весов для определения, у нас нет видения праведности и греховности, но христианство утверждает великую истину о том, что каждое наше деяние внешнее и внутреннее, то есть, каждое наше духовное деяние, ибо и внутри, и во вне проявляется наш дух. Каждое наше деяние определяет не только состояние, не просто состояние нашей души и нашего тела, а оно имеет непосредственное воздействие и на весь окружающий мир. Я об этом сейчас говорю, поскольку это вещи изначально важные, и я полагаю, что интересные. Бог же, Бог, не является тем, который нас наказывает и награждает. Бог по христианскому учению есть любовь, и он с любовью относится к каждому человеку, кто творит добро, кто творит зло, любовью. Пишет, кто бы что ни творил, Бог остается любовью, но мы или ставим препятствие действию этой любви Божией, или снимаем это препятствие, и тогда эта любовь Божия действует на нас. Вот, оказывается, что происходит. Вот почему возможно и море, и глады, и болезни, и землетрясения, и Содом, и Гаморские вот эти вот катаклизмы, и какие угодно. вот почему происходит, а не потому, что Бог мстит. Что отсюда следует? Некоторые, ну, правда, это уж совсем надо быть безумным, считают, ну, хорошо, коль Бог не наказывает, ура, поживем. Как поживем? Давайте, кто сядет на кол, правда, пожить же свободно, что же, правда, давайте, сядем на кол и покрутимся на колу. Как здорово, красиво, как, знаете, вертится на колу, хлопает глазами. Пожалуй, никому в голову не придет, А почему? Без Бога широка дорога. Какая глупость. Коль Бог не наказывает, значит, давайте жить как угодно. Что такое жить как угодно? На пол садимся? Нет. Оказывается, нет. Понимаем. Когда касается кожи, понимает человек. Простите, когда касается кожи, животное даже понимает. Человек тем более должен понять, грех самого человека наказывать. Грех есть то, что ранит человека. И чем больше грех, тем с большей силой ранит он и душу, и тело человека. Бог же предупреждает только человека. и готов помочь каждому согрешающему. Очень важна, вы знаете, очень важна здесь психологическая сторона. Вы подумайте только, оказывается, ну, все мы согрешали. И одно дело, когда я согрешаю, я могу встать, вот Бог теперь на меня обиделся, разозлился, и я тоже на него смотрю. Уже не хочу молиться ему тоже. Он на меня обиделся, и я на него. оказывается, ничего подобного. Ничего подобного. Правда, я выпрыгнул с третьего этажа, он меня предупреждал, не прыгай, поломаешь себе руки, ноги, в хребет, не прыгай. Вот что такое заповеди, не прыгай. А мне хочется попарить в воздухе, посмотри, как птица. Ты, Господи, ничего не понимаешь, там на третьем небе находишься и не знаешь, что такое быть птицей. И вот птица вылетает. распластался, собирает потом косточки. И что же Бог? Что Бог по учению нехристианскому все Бог оскорблен и содрогается от гнева. И давай ему ломать руки, ноги и хребет, потому что он выбрал с третьего этажа. По христианскому учению как раз нет. Бог ничего не ломает, а ты сам, голубчик, себе все поломал, выпрогнул. А Бог, а Бог, а Бог ждет, не обратишься ли ты, я готов тебе даже и здесь помочь. Обратись только, обратись. Он любовь есть. И здесь, если человек, даже совершив любой грех, обращается к Богу и кается, он готов, готов исцелить человека и помочь человеку. Причем, как готов, это поразительно. Просто поразительно. Разбойник, ну, негодяй же, висит, последнее издыхание, последнее вопли на кресте. Стоило только человеку покаяться. И что происходит? Ныне же со мною будешь в рим. Вы видите? Это учение христианское, это, я вам скажу, поразительное. Вот действительно, где Бог. Бог любовь есть. Не мститель, не судья, который на полочке сейчас сколько тебе влепить, а тебе сколько дать. Ничего подобного. Всегда любовь, но предупреждает не грешите. Почему дала заповеди, чтобы предупредить нас от всего того, что нас калечит и убивает. Вот друзья мои, ну вы не подумайте, что только один Антоний Великий говорит. Я еще специально выписал несколько цитат из святых отцов, я бы зачитаю, чтобы вы видели, что это не единичное мнение Антония Великого, что это действительно учение отцов, которому они дают нам возможность понять наконец и образы священного писания, вот те антропоморфизмы, которые он употребляет, и понять, кто есть по-христиански. Вот Григорий Низкий, зачитываю, «Ибо что неблагочестиво почитать естество Божие подверженным какой-либо страсти, удовольствия или милости или гнева» Вы слышите, что пишут «нечестиво» скажите всем «неблагочестиво почитать естество Божие подверженным какой-либо страсти, удовольствия или милости или гнева». Этого никто не будет отрицать, даже из маловнимательных к познанию истины сущего. Григорий Ницкий, ну философ же, мыслитель, и он даже не мог уж себе и предположить, что кто-либо мог так думать, примитивно. Но хотя и говорится, что Бог веселится о рабах своих и гневается яростью на падший народ, потом, что он милует, его же ощемил, так же щедрит, но каждым, думаю, из таковых изречений, общепризнанное слово громогласно учит нас, что посредством наших свойств проведение Божие приспосабляется к нашей немощи, чтобы наклонные ко греху по страху наказания удерживали себя от зла, увлеченные прежде грехом, не отчаивались в возвращении через покаяние, взирая на милость. Видите, как замечательно, прям в полном соответствии с Антонием Великим он пишет. Вам нужны ссылки, нет? Нужны, да? Он большим уж очень. Так, ну это против Евномия. Это шестая часть его творения. По изданию Москва, 1864 год, страница 428-429. А вот Иоанн Златоуст, у которого мы находим, ух, сколько, сколько угроз. Прямо их таких очень сильных, когда он обращается к народу и говорит, что Бог сделает, если вы будете продолжать так же жить. Прямо говорит, очень сильно. Иоанн Златоуст, у него полно. Что это? А посмотрите, педагогик очень верный педагогик. А когда он начинает по существу говорить, то послушайте, что пишет. Когда ты слышишь слова ярость и гнев в отношении к Богу, то не разумей под ними ничего человеческого. Это слова снисхождения. Божество чуждо всего подобного. Говорится же так, для того... Вот теперь послушайте. Для чего же говорится? Для того, чтобы приблизить предмет к разумению людей более крупно. Верно. Увы, к сожалению. Скажи людям, что Бог не наказывает. Пошло колесо. Крутится жизнь. Для людей более грубой. Увы, как детям приходится говорить, вот эти образы, так и человеку грубому тоже приходится говорить. Бог тебя накажет. Верно, наказание будет. Но только не от Бога, а от греха. Не Бог ломает, повторяем, кости, кости, руки и ноги человеку, а Он сам выпрыгивает с третьего этажа. Бог же остается любеобильным Творцом. Вот Иоанн Косян Римлин в этом отношении говорит, Бог не может быть не огорчен обидами, не раздражен беззакониями людей. Отцы решительно об этом все пишут. Ну и догматика наша, прямо у тебя, что Бог не изменит, Бог не меняется. Бог всегда постоянен в своих свойствах. Ну хорошо. Ну вот теперь, по-видимому, нам, может быть, становится и понятным, понятным то, что говорится о Божьем наказании. Что значит Бог наказывает? Теперь понятно, что это означает? Наказывает. Это означает не что иное. Как промыслом своим Бог устрояет так жизнь человеческой, когда Он, когда Он переживает, и то еще Господь милует, помогает, переживает следствие своих грехов. И то еще Бог сдерживает. Потому что если бы действительно Бог не сдерживал, то я не знаю, могли бы ли мы вынести все те следствия наших согрешений, которые мы постоянно творим. Потому что мы действительно, мы непрерывно себя раним. Именно и здесь-то проявляется Божья любовь. И здесь Он, насколько возможно, да, умеряет, умиротворяет нас, укращает наши следствия греховных дел и мыслей и желаний. Вот что такое наказание. Нет здесь именно вот такого юридизма. То есть нет того процесса, который мы видим в нашей социальной жизни. Когда человек совершил преступление, он наказывается. Он наказывается. Так думали все религии. Так учила ветхозаветная религия. Почему, кстати, Хомяков, Алексей Испанович Хомяков, наш известный славянофил, замечательный мыслей, ой, извините, Самарин. Да. Самарин, Юрий Федорович Самарин. Да. Он определял католицизм, кстати, как иудаизм в христианстве. Католичество, оно все на это юридическое основе. Там все Бог наказывает, Бог награждает. За заслуги одно, за сверхзаслуги еще больше, за недостаток заслуг, тут уж извини, в чистилище придется тебе отдать. То есть там именно все время вот это идет суд. Там именно идея справедливости. Справедливости. Не любви, а справедливости. Не знают они, не знают они Бога любви. А апостол Иаков по этому поводу пишет прям решительно. В искушении никто не говорит, Бог меня искушает. То есть наказывает. Потому что Бог не искушается злом и Сам не искушает никого. Но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной поводью. А Марк Подвижник, преподобный, в этом отношении произносит замечательные слова. Он говорит, вина – причина всякого скорбного случая, встречающегося с нами, суть помыслы каждого из нас. Все злое и скорбное, запомните, пожалуйста, все злое и скорбное приключается нам за возношение наше. Слышите? Корень где? Поэтому он говорит, не хочешь скорбей – не греши. Главное, что возношение наше. Добродолюбие, том 1. Страница 375-379. Все злое и скорбное приключается нам за возношение наше. Вот, оказывается, одна из самых таких злостных ран, которая особенно сильно влияет на наше существование, на наше жизнь. здесь, в этом мире. Играет музыка. Продолжение следует...